Здравствуйте еще раз, Александр Ленковский с вами в эфире Черноморской телерадиокомпании. Сейчас начало ноября, но мы, знаете, по старой доброй традиции, мы будем говорить, в общем-то, нет, не о лете, не о осени, а мы будем говорить о зиме, потому что мне очень не нравится, когда зима у нас каждый год приходит неожиданно 1 декабря. Мы поговорим сегодня о том, готова ли Украина, готова ли наша страна к зиме. Будем говорить об этом с Сергеем Диченко, главой бюро комплексного анализа прогноза. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Значит, небезызвестный вам Андрей Коболев, глава нафтогаза, нефтегаза Украины, такая вот государственная компания, 4 ноября во время своего интервью на пятом, канале, сказал, что Украина полностью готова к зиме. Мы сейчас послушаем эти слова. Мы планировали протягом жовтня придбать с боку российского Газпрома 2 млрд куб. метров газа. Что мы сделали? Цей газ пошел в подземное сховище Украины. Треба сказать, что большинство газа в подземное сховище Украины, который импортован, был импортован не с российского боку, а с европейского боку. И мы достигли того планового уровня обсяга газа в подземном, который мы планировали. Мы планируем импортовать газ и надалее, до конца оцени зимового периода. Но этот уровень является на 1 млрд куб. метров выше, чем в прошлом году. Поэтому в комбинации с меньшим споживанием газа в Украине, мы считаем, что до этого зимово-опального сезона мы подготовлены лучше, чем в прошлом году. А вот господин Коболев говорит, что нефтегаз Украины готов лучше, чем в прошлом году. Мне тяжело разобраться, так это или нет. Помогите. Ну, показатель готовности – это запас в хранилищах. Значит, было 15,5 плюс 2, значит, 17,5. Да, это лучше, чем в прошлом году. Где-то почти на 1,5 млрд куб. Значит, чем больше запас, тем лучше. Не, не, я понимаю. Просто, знаете, как бы, это вот, когда приходишь в магазин, например, там буханка хлеба стоит 10 грн, да, а у тебя, допустим, в кармане у тебя вчера было 2 грн, а сегодня 3, все равно на буханку хлеба не хватает, да. То есть ситуация лучше, да, но при этом все равно как бы не хватает для того, чтобы нормально пройти отопить на хранилищах. Ну, да, все зависит от зимы. Ну, например. На очень холодную зиму не хватит еще где-то, нужен еще где-то миллиард. Ну, чтобы холодную зиму, сильно холодную. Всего миллиард, как бы, да, то есть… Где-то так. На среднюю зиму у нас запас есть, ну, и никто не говорит, что обязательно брать, в принципе, если будет очень холодная зима, то есть можно из колес потреблять, то есть, ну, докупать, если есть возможность, газ, так сказать, если есть возможность, и просто потреблять его с трубы. Это же тоже вариант, поэтому… То есть не закачивая в подземные хранилищи? Совершенно верно, нет, ну, понимаете, сезон закачки закончился. Сейчас, ну, пока еще возможно, потому что не очень холодно, и отбор идет, но отбор можно варьировать, с какого-то хранилища отбор в какой-то еще закачка. Когда начнутся морозы, отбор будет со всех, тоже, там уже не закачаешь, режим другой. Понятно. Режим не вход, а выход. То есть больше будет потребляться, да? Совершенно верно, то есть для того, чтобы поддержать режим потребления, который в холодную погоду, необходимо будет выкачивать газ хранилищ. Ну, для этого, собственно, он там и есть. Поэтому, вот, собственно, вот в ноябре была еще возможность, закачали. Да, это лучше, чем в прошлом году, почти на полтора миллиарда, значит, это более… Ну, в прошлом году была очень теплая зима. Сергей, скажите, пожалуйста, вот мне всегда все эти годы, вот каждый, каждый отопительный сезон на всех телеканалах, значит, обсуждается, проживет Украина без газа, там не проживет, там, да, что будет вообще-то зимой. Сергей, скажите, пожалуйста, а вот в других странах вообще, там, это государственная головная боль вообще, вот, как бы, наличие газа в трубе, там, в подземных хранилищах, или это просто, как бы, бизнес, есть компании, которые на этом зарабатывают, а государство даже не вмешивается ни в ценообразование, ни в количество закупки, ни в цену этого газа? Значит, я когда-то вел переговоры с корейским нефтегазом, ну, с представителями, ну, там работа была, ну, обсуждали проблемы, там, об исследовательской работе речь шла, и они начали с того, что труба и все газовые проекты – это всегда политика. Всегда государство занимается концептуальными вопросами газообеспечения страны, это вопросы безопасности. То есть это не может быть просто чистым бизнесом, да? Все равно государство и надгосударственные структуры, такие, как Европейская комиссия, так или иначе, очень плотно во все эти процессы вовлечены. И в вопросы, ну, в Европе, там, понимаете, там, конечно же, это насыщенная инвестиционная среда, это, ну, большие объемы, там механизмы работают, там на уровне уже какой-то концептуальном вмешивается Еврокомиссия. Но, тем не менее, так или иначе, государственные органы всегда серьезно вовлечены в регулировании этих процессов, потому что это вопросы безопасности энергетической, это везде так. У нас это так в полурочном режиме, потому что у нас сосед, который это использует для давления уже достаточно давно. И не газовое, да? И не давление в газовой системе, да? Да, да, да. Поэтому, да, на нас давят с 2002 года где-то регулярно, используя газовые эти самые вопросы, на нас давят. Это правда. Поэтому у нас и более плотное государство во все это вовлечено. Значит, я еще раз хочу к тому же самому обратиться к словам господина Коболева, это глава «Нафтогаза» Украины. Он сказал, что в данный момент Украина ведет торги с «Газпромом» по поводу цены на газ на следующий год. Пожалуйста, видео. Украина продолжает купить газ у «Газпрома» и сейчас. И мы планируем певные обсяги купить до конца этого года. Цена до конца этого года является зафиксированной. Вона становится 227 долларов, 36 центов. Это не секрет, это всем хорошо известно. Вона діє только до конца года, не до конца зимового пакета в березне. Так. Оскільки мы надеемся и ждем на уменьшение цены импортованного газа на первый квартал наступного года, мы надеемся, что российский монополист запропонует нам цену, которая будет так же конкурентной с поставками газа из Европейского Союза. Но, в конце концов, господин Коболев отказался говорить, какую цену он ожидает на газ в следующем году. Он не хочет влиять на рынок, но вы-то можете себе это позволить. Какая будет цена на газ? Цена на газ будет привязана все-таки к ценам, по которым мы берем. То, что мы берем, плюс… Нефтегаз, в принципе, свои цены уже опубликовал. Это где-то от 4 до 6 тысяч гривен. В зависимости от того, какой потребитель. Там, с кредитной историей, предоплата будет, не будет предоплаты, то есть и так далее. А скажите, пожалуйста, насколько вот эта цена на газ? Ну, это, извиняюсь, это до Нового года. До Нового года, а вот после Нового года? Да. После Нового года, в связи с тем, что базовая цена привязана к нефтепродуктам у нас и дешевеет, нефть продолжает дешеветь, то ожидается серьезное падение цен и на европейских рынках, и у нас. То есть это будет меньше, чем 227? Намного меньше, может быть, меньше 200. То есть в Европе ожидается 180 долларов в первом квартале следующего года. Скажите, пожалуйста… Это цена российского газа по долгосрочным контрактам. Значит, и у нас тоже может упасть ниже. То есть у нас обычно вот… у нас скидки подбирают и так, чтобы у нас на долларов на пять было дороже, чем то, что европейцы получают. Ну, замечательно, такая братская цена. Ну, да. Вот. То есть у нас тоже где-то будет, может быть… А скажите мне, пожалуйста, вот да, ну там 180, да, там и там 185, 190. Каким-то образом вообще эти цены, они как-то влияют на цену для потребителя в Украине или нет? Ну, должны. Ну, вообще абсолютно. Или, знаете, это как, ну, там вот, как ваша кошка относится к ножницам? Ну, как? Никак, да, потому что это никак не связано. Вы знаете, теоретически, конечно же, это должна быть базовая цена, от которой должна, так сказать, себестоимость плясать, а соответственно цены. Но у нас, к сожалению, пока не конкурентный рынок. Поэтому у нас цены совершенно по другим параметрам определяются. От справочных столяра. Совершенно верно. Не, ну, компании, вот, была, когда, помните, определяли уровень, так сказать, налогообложения на добывающей компании, они рисовали себестоимость. Я знаю точно, что операционные затраты на континентальной добыче до 40 долларов. Это уже много, 40 долларов на тысячу кубов. Ну, еще столько же надо добавить сюда, так сказать, базовые затраты, то есть капиталку. Капитальные затраты. То есть то, что идет на, так сказать, развитие. Подождите, то есть сейчас, на сегодняшний день получается, что Россия… А, это, извините. Так в России еще ниже. Это ниже, да? В России еще дешевле добыча. Понимаете, капитальные затраты уже сделаны все в 60-х годах. Сейчас идут только операционные. Только выкачивай, да, и ремонтируй. Ну, качай, качай, да, ремонтируй. Там, ну, там есть технологии, там, водозамещение, там, в зависимости от того, какие… Но, тем не менее… Окей, пусть 80 даже долларов. Да, пусть 80, да. Потому что они же там еще с этих денег финансируют поисковые, там, развитие и так далее. Ну, пусть 80, пусть 90. Ну, когда продают там, условно говоря, по 300, по 400 долларов, и там, где рентабельность, там, в сотнях. Потому что это супербизнес, вообще, да? Конечно. Там главное найти газ. На континенте главное найти. Это самое тяжелое. А если ты уже нашел, то там уже рентабельность со многими нулями получится. Скажите мне, пожалуйста, а вообще Украина осталась таким, как бы, значимым покупателем газа для Российской Федерации? Или уже мы настолько малы, да, что, как бы, ну, мы не являемся таким вот основным, одним из основных клиентов для Российской Федерации? Ну, пока да. Пока да. Все равно мы покупатель серьезный, ну, по крайней мере, исходя из уровня прошлого года. В этом году, ну, все равно это несколько миллиардов кубов. Это серьезно, да? Это серьезно, это немало, да. Ну, правда, это не 40, не 50 миллиардов. Нет, было 78, ну, мы потребляли, брали, значит, где-то 20 своих, значит, мы где-то 50 покупали, и больше. Вот, это мы, 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 достаточно долго были крупнейшим в Европе общепокупателем российского газа. Сейчас, да, значит, мы уже, так сказать, серьезно не дотягиваем до немцев, так потихонечку опускаемся до уровня поляков, но все равно это приличные объемы. Хорошо, смотрите, значит, вот Украине в октябре не удалось, есть такая информация, не удалось договориться с Россией о гарантиях предоставления скидки на газ в первом квартале следующего, 2016 года, а в итоге снижение цены на газ приблизительно на 10 процентов за счет уменьшения импортной пошлины газа, экспортной, да, наверное, экспортной пошлины на газ, да, именно экспортной газа, документально было зафиксировано лишь на четвертый квартал этого года, да, но здесь вопрос такой, скажите, пожалуйста, есть ли это рынок все-таки, или вы скажете, что это не рынок, да, но кто здесь диктует цену, покупатель или продавец? Ну как, это контракт, это договорные отношения. Договорные отношения. Договорные отношения. Есть ли сейчас на сегодняшний день у Украины возможность просто-напросто, вот, ну, не договорились опять по цене с Россией, ну, предположим, не договорились, да, есть там этот спотовый рынок мелкие какие-то газы, и говорим, ну, Украина говорит, что мы купим этот вот недостающий там миллиард, мы купим на других рынках, или нет такого газа? Пока не прохватает пропускной способности. Значит, нужно перейти на большой реверс. То есть, если мы, ну, в силу, нам необходимо сделать ряд технических мероприятий, либо договориться юридически об использовании части газотранспортной системы словацкой на реверсном направлении, тогда мы можем получать до 30 миллиардов кубических метров только по словацкому направлению в год. Мы можем полностью обеспечить себя газом с европейского направления. А там есть этот газ? Есть. Есть. Такой свободный, в смысле, да, который могли бы быть? Да, есть. Нету так будет. Ну, купят тут тех же россиян, потом, понимаете, там же ж нельзя, вот, если он перешел границу, все, газ в трубе единый, он смешивается, нельзя сказать, где там российский, где там не российский. Я видел мультик замечательный, когда Раджа забрал у маленького мальчика пять его золотых кино. Да, говорит, а где они? Покажи, где они? Не могу, да, все уже. Где мои деньги, а где твои деньги? Да, где они? Тут то же самое, уже нельзя кричать, что это русский, не русский, все, он там один. Общий, да. Общий, да, он принадлежит компаниям, которые купил. Это уже баланс его. Все, и мы покупаем у этой компании. Это уже немецкий газ, там, ну, как там. Хорошо, смотрите, в одном из интервью господин Коболев, который, ну, извините, но цитирую мы его постоянно сегодня, потому что все-таки Нафтогаз Украина руководит этой компанией, он говорил, что Украина может отказаться от закупки российского газа, если с января 16-го года Российская Федерация откажется установить на него цену ниже, чем у европейских поставщиков, да, потому что мы ближе, да, как бы давайте нам цену. Так вот, на ваш взгляд, сможет отказаться Украина или нет? От российского газа? Да. Ну, я же говорю, что чисто... Не-не, вот если не договорятся по этой цене? Не знаю, зависит от уровня потребления. Ну, если будет холодная зима, нет. Вы знаете, это все больше похоже на заявление политиков, нежели с чем субъектов хозяйственной деятельности. Да, ну, такой, давайте, мы не будем покупать, хотя все понимают, что будут покупать. Ну, пока да. Понимаете, ну, зимой, понятно, повышается потребность. Вполне возможно, что будет минус 20 опять, и нам придется закупать дополнительные объемы. А может, неудобно. Мы же не знаем. Вот сейчас резко упало потребление, но это же потребление упало за счет падения промышленности. А вдруг оживет промышленность. Понимаете? И опять же, придется докупать. Ну, то есть, тут масса факторов, которые не позволяют пока сказать, когда мы сможем отказаться от российского газа. Вот я же... Вот ключевой фактор, который позволит нам уверенно сказать, что мы можем, это большой реверс. Вот когда объявят о большом реверсе, я скажу, да, мы можем полностью отказаться от российского газа. Теперь крымский... Да, Сергей Диченко в нашей студии, скажите, пожалуйста, такой крымский вопрос. Да, есть у нас, там есть и оно остается, предприятие Черноморнефтегаз, которое добывает газ. Судя вот по словам руководителей этой компании, они за последний год увеличили добычу там с миллиардов, уже практически до трех, чуть ли не до трех миллиардов кубов газа. Я не берусь вообще оценивать, и вас даже не прошу, насколько это реалистично, да, там, так резко увеличить объемы газа. Скажите, пожалуйста, если это три миллиарда кубов газа, или даже два миллиарда кубов газа, куда оно девается? Так вот, это же вопрос. Понимаете, хранилище же тоже не резиновое. Вот вы закачали туда газ, если вам некуда продавать, а им некуда продавать, потому что, ну, нету, нету, у них нету ни ЛНЖ-терминала, ни, ну, туда, ни на Украину, что же там, нету возможности поставлять. То есть... Подождите, но наша общая система... Я понимаю, но надо, чтобы пустили... И чтобы она пошла отсюда, да? И чтобы она, да, ну, никто же не покупает, нету информации, что в Крыму закупает Украина газа, потому что его никто не закупает. То есть газ куда-то надо девать. Так. То есть Крым потребляет где-то полтора миллиарда кубов. Когда, значит, аннексировали Крым, где-то с вышками Бойко и была добыча полтора. То есть в Крыму нулевой баланс по газу. Сколько добыли, столько потребили. Если они добывают три, вот эти полтора просто девать некуда. Ну, некуда. Воздух выпускать, ну, добыча для плана как бы, да? Ну, сжигать, да, воздух выпускать. Нет, нет, это не делается. То есть газ куда-то надо девать, потому что... Вот это давление. То есть если... Вот знаете, вот почему в 2005 году первая газовая война так быстро закончилась? Потому что россияне были не готовы к ней. И у них не было... В пустых хранилищах были заполнены. И хранилища, да? И хранилища. Совершенно верно. Ну, к зиме был. Там был газ. И повысилось давление в трубопроводе. Была серьезная авария. Потому что газовая война, по-моему, неделю продержалась. Или даже меньше. То есть очень быстро договорились. Потому что просто не было выхода. Был газ, который надо было куда-то девать. А почему тогда сейчас? Они готовы? У них есть теперь новые хранилища? Они готовятся. Вот в 2009 году уже были готовы. В 2009 году, значит, просчитали. Были мероприятия по, так сказать, ну, там есть же добыча, там, где работают скважины по увеличению дебета. Грубо говоря, там стоят компрессоры, которые увеличивают давление. То есть там можно было просто отключить компрессоры. Плюс хранилища держали пустыми, ну, чтобы было куда-то газ делать. То есть в войне 2009 года уже подготовились к газовой. Смотрите, два интересных еще момента я хочу у вас спросить. Значит, вот в ноябре ожидается начало поставок газа из Европейского Союза. За средства кредита Европейского банка реконструкции и развития в размере, там, 300 миллионов долларов. Компания, которая за эти средства продаст, там, миллиард и 200 миллионов кубометров газа, будет отобрана в результате тендера на базе стандартизированных контрактов Европейской Федерации энергетических трейдеров. Вот скажите, пожалуйста, этот трейдер, этот тендер и вот этот вообще контракт, он интересен для серьезных европейских игроков? Да, конечно. Поставка газа это вообще интересно всегда. Плюс еще такая гарантированная, как кредит ЕБРР, конечно, там конкурс будет. Скажите, а вот то, что это будет кредит ЕБРР, это означает то, что этот конкурс будет проведен там чисто и без каких-то, ну там, подводных камней? Ну, думаю, да. Думаю, да. Думаю, это будет прозрачный конкурс, понимаете, это же политический конкурс. Это же, в общем-то, кредит появился в силу каких-то, ну, достаточно сложных переговоров с Российской Федерацией и так далее. С Российской Федерацией? Ну, в том числе, конечно, они ставили вопрос много раз, чтобы нас прогарантировали кредитами закупку газа европейская страна. Это вопрос, который ставили россияне. То есть там могут и россияне, в принципе, принимать участие или нет? Я не знаю, по-моему, это по европейскому законодательству, это для, тут я, честно говоря, не скажу. То есть вы не знаете, Газпром сможет принимать участие в этом? Ну, это было бы крайне-крайне-крайне странно, было бы цинично и странно, если бы Газпром туда полезал. Ну, а почему нет, как бы, если есть там лишние, ну, не лишние, не лишние, да, там 300 миллионов, почему не заработать еще 300 миллионов? Да, да, я условия тендера не видел. Не видели, хорошо. Поэтому не знаю. Хорошо, но это как бы первое, да, это как вот такой пробный шар, или? Ну, да, ну, думаю, что да. Думаю, что это какой-то пробный шар, значит, помощи Украине для, значит, покупки газа и для, понимаете, тут же вопрос в том, что, значит, благополучие Украины с точки зрения газообеспечения, это автоматом означает благополучие транзитных потоков. То есть, если все в порядке Украины с потреблением, это значит, будет гарантировано все в порядке с обеспечением транзита. Если Украине не надо искать там дополнительный газ, да, где-то там, выделять его там, не знаю, из пузырьков из шампанского, например, да, то вот таким образом, то есть Европа как бы себя обеспечивает, да? Ну, да, обеспечивает, да. Ну, собственно, это была позиция россиян, что давайте, давайте, так сказать, вы берете, так сказать, под свое крыло Украину, значит, помогайте им. Вот такая была позиция. Ну, не скажу, что это вот вышло отсюда, ну, наверное, каким-то макаром. Связано. Хорошо. Значит, вот еще Европейская комиссия будет совместно с Польшей и Литвой строить трансевропейский газопровод, который снизит зависимость региона от российских энергоресурсов. Давайте посмотрим. В Брюсселе действительно подписали архиважный для стран Балтии документ о строительстве европейского газопровода из Польши в Литву. По сути, западный мир подписал окончательный бракоразводный процесс с Газпромом, с компанией, а точнее со страной, которая много лет диктовала Европе свою энергетическую политику. Когда мы закончим работы по соединению энергосистем Польши и Литвы, это будет энергетический мост между нами, который позволит укрепить интеграцию стран Балтии с рынком Европейского Союза. Энергосистема Балтийских стран, наследницы Советского Союза, до недавнего времени была замкнута исключительно на Россию. В декабре прошлого года Литва первой в регионе запустила свой плавучий терминал сжиженного природного газа СПГ. Газ Литва закупает в Норвегии. Хотя этот проект обходится в круглую сумму, литовская власть решила, что независимость дороже. То есть теперь на газовом рынке стран Балтии Россия всего лишь один из продавцов. Условно говоря, у нас появится намного больше потребителей. Вот так неожиданно на наших глазах сформировался новый мощный рынок электроэнергии и газа. Иными словами, Восточная Европа стремительно ищет и находит разные варианты, как избавиться от Газпрома, то есть в конечном итоге от влияния Кремля. Не случайно новому газопроводу Польши-Литва протяженностью в 534 километра в Европе присвоен статус приоритетного, то есть стратегического. Скажем так, что вот это вот Газпром, а другого здесь пока и нету. О полной энергетической безопасности стран Балтии можно будет говорить только через несколько лет. Газопровод из Польши планируется запустить к декабрю 2019. И вот только тогда можно будет говорить о реальной альтернативе, то есть вместо политики придет экономика. Евгения Эрли, Данил Жилинский, Евгений Павлов, Балтийское бюро, РТВА. Но самое интересное, придет ли вообще экономика? Вот наш гость Сергей Едиченко не уверен, что будет чистая экономика. Будет все равно политика. Ну, пока да. Ну, это не мои слова. В общем-то, достаточно прагматичные люди с корейской компанией нефтегазовой, они считают, что там, где газ, там всегда политика. Там чисто экономики нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, каким образом тогда нам вообще можно... Вот Польша и Литва, да, они уже пошли по этому пути. Я понимаю, что там 2000, даже если 2019 год, ну, пусть через три года, но не понимаю, что они будут там энергетической независимости. Какой второй путь вот есть у Украины? Украина не может построить, наверное, сейчас. Это, наверное, очень дорого построить такой терминал. Нет. Но тут вопрос цены. То есть, будет ли там цена более-менее сравнима с тем газом, который мы получаем по реверсу из России? То есть, если это будет, ну, хотя бы на 5% чуть дороже, то все равно это оправдано. Ну, если вносим процентов на 30-40, это не оправдано. Не оправдано. То есть, для нас вопрос ресурса. У нас проблема Босфора есть. То есть, если бы мы могли брать газ Черноморского региона, это азербайджанский газ, возможно, в перспективе недалекой, казахский газ, тогда бы мы могли, так сказать, ценовые параметры нормальные удерживать. И тогда был бы смысл терминал хотя бы на 5-10 миллиардов кубов построить. А если брать с Севера Африки, через Босфор, там большие проблемы. То есть, вот расчеты, мы делали расчеты, правда, давненько уже. Там очень сложно выдержать экономику такую конкурентную, с тем газом, который мы берем по трубам. Поэтому, тот вопрос, вопрос экономики. Пока, ну, в силу вот этих причин, плюс, так сказать, политических причин, пока проект буксует, потому что непонятно, вот где брать ресурсы. Понятно. Ну, знаете, как бы, вот ваши слова, они добавили с одной стороны позитива, а с другой стороны немножко, как бы, укрепили в таком пессимизме. А пессимизм заключается только в том, что если будет холодная зима, то газа будет не хватать. Ну, возьму, найдут. Ну, найдут, да, как бы, да. Хорошо, спасибо, Сергей Риченко, глава бюро комплексного анализа и прогноза, был гостем нашей студии. Спасибо, Сергей. Надеюсь, вам стало немножко понятнее, да, что будет с газом в Украине в ближайшую зиму. Ставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова